Трубы водоснабжения и водоотведения изношены. Нужен ремонт. Если его не сделать, то будет коллапс. Об этом во время 36-го заседания депутатов городского совета сообщил руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов. Кроме того, подняли вопрос о необходимости строительства завода по утилизации иловых отложений. Подробности в материале Лилии Гатиной. Общая протяженность труб водоснабжения и канализации составляет 1500 километров. На данный момент процесс износа сетей по водоснабжению составляет 47, по водоотведению 76%. Снижение объемов ремонта инженерных сетей связано с недостаточностью в тарифе денежных средств на ремонт, удорожанием строительных материалов и стоимости работ. При такой системе финансирования челны водоканала, эксплуатации наших сетей, утонем в нечистотах, что нежелательно. Или мы примем определенное, не очень может быть популярное, но необходимое решение для того, чтобы гарантированно быть обеспеченной водой при самых низких тарифах в республике Татарстан. Чтобы сократить недоремонт, нужны серьезные вложения. Госкомитет по тарифам оценил этот объем вложения на три года с 2025 по 2027 в объеме 1 миллиарда 32 миллионов рублей. Брать эти средства частично намерены из платы населения. В 2024 году в семье плата за 7 кубических метров холодного водоснабжения и 7 кубических метров водоотведения составляет 372 рубля 26 копеек. Расчеты при прогнозном рознике тарифа показывают следующее. В среднем за месяц, исходя из равномерного начисления за 12 месяцев, в 2025 году плата за водоснабжение увеличится на 32 рубля, водоотведение на 43 рубля. Кроме того, депутат горсовета Владислав Гаврилов отдельно остановился на вопросе по закрытию иловых полей. Тот запах, который при въезде город сегодня, он не совсем для нас приемлемый. Я думаю, все-таки надо или завод, или какая-то установка по кекосжиганию надо будет принимать решение. В Чунах самый низкий тариф по канализации и один из самых низких по водоснабжению. Кроме того, как отметил мэр города, граждане с низкими доходами всегда могут претендовать на субсидии, которые в данном случае также будут предоставляться. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Набережной и Челны.